Всем привет! Это Осторожно Новости! Теперь мы будем здесь, по пятницам, и переезжать никуда не собираемся. Хочу сразу начать с главного. К нам совершенно случайно попали эксклюзивные кадры зверского убийства в центре Москвы. Звуковик, сука! Ты что, блядь, на Пивоварова, сука, работаешь? Я же не могу! Слово! Покажи! Перестань! Перестань! Как можно было, блядь, испортить мою речь про Гордона, блядь! Все, закапывайте! Блядь! Сука! Итак, это самые субъективные новости в мире. В выпуске только то, что заинтересовало лично меня. Нравится вам это или нет? Эта неделя вроде бы была поспокойней предыдущей, но все равно событий было достаточно. Ну, во-первых, Путин парадным шагом переходит в пик коронавируса. Собянин продлевает карантин до 14 июня, но, как обычно, с оговорками. Зюганов и Билл Гейтс взяли в заложники одну шестую часть суши. Карантинная Россия скучает по случайным связям. Шнур и Пригожин – это новые Уткин и Соловьев. Ну и главная новость этого часа – я возвращаюсь в Дом-2. Эрнст, пока. Я вернулась домой. В среду Владимир Путин объявил, что коронавирус пошел на спад и приказал, как вы думаете, что? Выплатить денег? Снять маски? Открыть границы? Наградить врачей? Нет, друзья, варианты неправильные. Теперь окончательно ясно – в России есть, по крайней мере, один человек, который весь этот месяц реально переживал из-за 9 мая испорченного вируса. Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Мы сделаем это 24 июня. Вот о чем мучился Путин все время этой пандемии. Не о том, что его может заразить Мишустин или Песков. Нет, о параде. Уже на следующий день, и тоже по видеосвязи, Путин общается с Собяниным. Мэр Москвы вполне себе так бодренько докладывает президенту, что, мол, с 1 июня он разрешит открыться непродовольственным магазинам. Ну, всяким там прачечным, хуячечным и домам быта тоже вроде как разрешит. В общем, настраиваемся на шопинг, но пока стрижки, фитнес-клубы и обеды в ресторане можно не планировать, ребята. Это, видимо, следующий этап. Кроме того, Собянин откроет парки и спортплощадки во дворах. И даже разрешит нам там гулять и заниматься спортом. Правда, по довольно странному специальному графику и в маске, разумеется. Ну, и вы спрашивали еще о готовности к параду. Мы полностью готовы для проведения репетиции и последующего проведения парада. Ну, по-моему, это и была та фраза, ради которой произносилось все остальное. Смотрите, парад точно будет. И телеграм-каналы, которые рассказывали, что Собянин будет настаивать на карантине до последнего, получается, врали. Ну, и как бы понятно было, что парад – это повод поговорить о нормализации жизни после пика пандемии. Ну, а где нормализация? Там и обнуление. Сами понимаете, одно без другого у нас не сходится. Людям дали вроде как праздник – парад на Красной площади. Голосование по поправкам могли, наверное, сделать электронным, но оно как бы все равно ничего не решает. Мы же с вами понимаем, когда есть Почта России, уже никакое другое голосование не нужно. Не зря же Путин в субботу 23-го подписал специальный закон. Но решили так не делать. Все равно нужна картинка для голосующих. Ну, и регионы, кроме Москвы, по словам Эллы Памфиловой, вроде как не готовы. Значит, объявление новой даты голосования нужно ждать со дня на день. Ну, и лично я ставлю на понедельник. Скорее всего, дата будет 1 или 8 июля. Это моя ставка. Инсайда тут нет, поэтому чисто гадаем на кофейной гуще. По закону, эту дату, собственно, нужно назначить за месяц до самого события. Но если что, ведь Путин уже 22 февраля подписывал указ о проведении голосования в апреле. И если очень будет нужно, то можно как бы сделать вид, что в июне это и будет то самое голосование 22 апреля. Просто перенесенное. Путин все-таки юрист, у которого в университете были очень хорошие учителя. Старт миссии SpaceX Демо-2, который должен был состояться в ночь со среды на четверг, перенесли из-за погоды. Два астронавта на корабле Crew Dragon Илона Маска собирались долететь до МКС, но за 16 минут до старта его перенесли на субботу. Какая досада, ребят. Ну блин, ну даже Трамп специально прилетел понаблюдать за пуском. Ну еще бы такое событие. У нас был бы какой-нибудь там заштатный вице-премьеришка, знаменитый какой-нибудь собаковод Дмитрий Рогозин был бы послан. Ну туда, на Байконур. А тут сам Трамп полетел, но не случилось. Но еще интереснее было наблюдать за русским фейсбуком и твиттером. Ну вы знаете, как обычно, все, что я люблю. Два лагеря. Вначале либералы-западники восхищались. Первый запуск с живыми людьми с американской площадки за 9 лет. Если пройдет успешно, это конец монополии Роскосмоса. Это была настоящая гордость за людей первого мира, как бы, которые наконец-таки утрут нос российским чиновником. Но после того, как запуск перенесли, настала очередь патриотов-почвенников радоваться. Ну типа, мы так и знали, что у ваших американцев ничего не выйдет. Ха-ха вашему запуску. В общем, как минимум до субботы Роскосмос пока монополист. Так что мы держим кулачки, Рогозин потирает руки и лапки своей собаки, а Путин кладет ручку на стол, из-за чего десятки СМИ делают главную новость дня. Терпению Путина пришел конец, самообладание покинуло президента. Вот вам, собственно, само видео, а вот заголовки. Просто насладитесь. Его жизнь находится в опасности. Зато книжный фестиваль «Красная площадь» – это вам не запуск какого-то там космического корабля. Его перенести нельзя никак, ну ни в коем случае. Все-таки серьезное событие. Фестиваль готовят на 6 июня. И вы не поверите, вот сейчас это согласовывают с Роспотребнадзором, сообщают в администрации президента. Ну, немного похоже на шизофрению и раздвоение личности. Ну, практически как у Мясникова в моем интервью. Тут я как врач Мясников, а тут я как главное лицо по коронавирусу. Тут я, тут не я. Ну, сейчас вы официальное лицо? Вот сейчас, в данный момент? Да. Нет, сейчас я с вами разговариваю. Официальное лицо осталось там, где-то. Вот так же происходит с этим книжным фестивалем. Ну, вот смотрите, в мэрии предлагают прогулки в тестовом режиме. По графику, чтобы на улице не было давки. Причем одновременно, я думаю, такой же график уже составляют домушники, когда кого грабить в своих квартирах. Ну, у Полины Юмашевой уже вынесли украшения. Но при этом, одновременно, вот с этими как бы очень жесткими мерами, когда ты из дома-то можешь выйти в определенные часы, в Кремле готовят фестиваль с толпами людей в тесных павильонах на Красной площади. Да еще и труд новости о фестивале со страниц государственных информагентств. Или они одумались? Или это может быть борьба башен такая? Природа настолько очистилась, что весь мусор оказался в голове одного человека. Его имя – Геннадий Зюганов. На днях он выкатил гигантский манифест на сайте КПРФ, который назвал «Русский стержень державы». Но вы же помните, коммунисты всегда знали толк в стержнях. Кажется, Геннадию Андреевичу нужно принудительно установить приложение «Социальный мониторинг», чтобы он делал селфи и обязательно на улице. А то в карантине пыль марксизма-ленинизма стучит не только уже в сердце, но и явно по голове. В своем труде Зюганов рассуждает о русском народе и его неминуемой гибели. Русских на планете все меньше и меньше. Либералы убивают страну. А остатком русских вживят чипы. Ну, конечно. Да-да, и он туда же в омут чипизаций. Поэтому целью становится подчинение всех национальных культур единому космополитическому и, по сути, антикультурному стандарту. Ради него глобалисты готовы использовать самые изощренные технологии цифрового порабощения. В их числе негласная массовая чипизация, которая не со временем могут прибегнуть под предлогом обязательной прививки от коронавируса. Там этот самый дедушка-маразматик несет ахинею. Оказывается, воздушно-капельным путем распространяется не только коронавирус, но и бред, которым травят народ, в том числе и по телеку. Как и положено в серьезном научном труде, вождь красных ссылается на мнение авторитетов. Авторитетов. После карантина лично повешу себе на машину наклейку. Деды заебали. Ну серьезно, ну сколько можно? И ведь Геннадий Андреевич не омбудсмен полиции. К нему с обысками часиков так в 6 утра не заломишься. Уголовочку за распространение фейков не заведешь. Двушечку не впаяешь. Но раз так, давайте по пунктам. Первое. Чипирование – это бред. Не существует в мире такой технологии, которая позволит контролировать человека после укола. Ну вот, например, Илон Маск обещает в будущем внедрить чип в мозг человека, чтобы восстановить утраченные из-за повреждений мозга зрение, слух или подвижность конечностей. Но впереди, по словам Маска, еще много работы. Данных о том, что кто-то собирается навязать свою волю через чипы и работает в этом направлении, пока нет. Есть, конечно, биохакеры, ребята, которые вживляют себе под кожу карту тройка, но это же не означает, что Собянин их чипирует. Итак, Билл Гейтс – главный чипирователь человечества. Ну просто потому, что захотел его вакцинировать. Знаете, вот я здесь сижу живой в силу статистической погрешности. Потому что когда мне при советской власти сделали первую привычку БЦЖ, у меня был от рождения иммунитет хороший, и она не сработала. И мне впаяли вторую сразу, чтобы уж точно сработало. И следующие 14 лет я болел беспрерывно. В Индии Всемирная организация здравоохранения, предельно уважаемые люди, предельно респектабельные люди, при поддержке Билла Гейтса проводили интенсивную вакцинацию детей. В результате численность заболевших полиомиелитом детей выросла на полмиллиона. И когда их, наконец, оттуда выгнали, к чертовой матери, она сразу вернулась в некоторую статистическую норму. Так, этот мужчина, который, как и миллионы россиян, выжил после прививки от туберкулеза, кажется, все перепутал. Билл Гейтс дал денег на вакцинацию детей в Индии. Это правда. И страна победила полиомиелит. Вот, например, статья на сайте ВОЗ, в которой все черным по белому написано. В Индии не было зарегистрировано случаев полиомиелита в течение последнего года. За 20 лет Гейтс потратил на благотворительность 54 миллиарда долларов. Это не только деньги на вакцинирование. Это, например, борьба с распространением ВИЧ. Геннадий Андреевич, Никита Сергеевич, кажется, у меня есть для вас темка. Билл Гейтс борется с ВИЧ, чтобы поработить Россию. Давайте разомнем тему. Классно может получиться. А вообще, конечно, дожили. Уже даже Геннадий Онищенко, а уж он-то знает толк в бреде, согласитесь, не выдержал. И даже он встал на тропу здравого смысла. По словам Геннадия Онищенко, высказывания о том, что вакцину от коронавируса якобы создают с целью чипировать население, являются абсолютным бредом и неуклюжим заказом. Теперь вот такие сайты считают денежки Билла Гейтса, которые он получит за чипизацию человечества. А тут уже теории заговора переплетаются, честно говоря, в один большой бред. Поскольку после появления ядерного оружия у нескольких стран война уже не может решить проблему подтверждения американского мирового господства на новом этапе, ставка теперь делается на вирусы и вызываемый ими страх. Но вы не переживайте. Всемирный Русский Народный Собор уже попросил ФСБ и Генпрокуратуру провести расследование и вывести таки на чистую воду Билла и Мелинду Гейтса, покойного Рокфеллера и прочих Ротшильдов. Трепещите перед могуществом русского правосудия. Между прочим, у Всемирного Русского Собора руководителем числится патриарх Кирилл. Как вы себя чувствуете? Вы знаете, неплохо для больного ковидом-19. Я считаю, что Россия, как суверенное государство, вполне по силам провести собственное расследование Следственным комитетом России, потому что это преступление такого масштаба или Федеральной службы безопасности, которое должно собрать спокойно, скрупулезно информацию и вскрыть это преступление против человечества, в результате которого, может быть, потребуется новый Нюрнбергский процесс. В общем, то ли у нас вообще никто власти не верит, то ли реально коронавирус бьет прежде всего по мозгам, а не по легким. Но сколько известных, в общем-то, людей стало в них верить, в эти теории заговора? Все вы знаете про Викторию Боню и ее микроволновые волны. Как только связь идет о коронавирусе, 5G, той же педофилии, про которую я недавно говорила, которая очень сильно распространена в Голливуде, о хьюмен-трафике, о продаже людей, детей, о адренохроме, и все, сразу начинается прям волна. Тут шуточка про Дом-2, которую вы уже наверняка придумали, про вышки 5G, думаю, вам не надо говорить, они не распространяют вирус, это в принципе невозможно. Я думаю, что эти вышки сожгли, понимающие люди, потому и, наверное, сожгли. Я не верю, что это 5G. Я против этой вышки, они не нужны нам. Как мне, так и всем нагибцам. Я сказал, что от этой вышки большая радиация. Я отрицательно смотрю на эти вышки. Мне даже как-то неловко вам это сейчас сообщать. Не надо их жечь, товарищи, не жгите эти вышки. Удивительно, как эта теория заговора проникла в голову жен олигархов. Кроме Бонни, в 5G верят Виктория Аминова, жена главы нефтетранссервиса Вячеслава Аминова и дизайнер Вика Газинская, которая считает Билла Гейтса продолжателем дела Гитлера. Вот уж не ждала, что у Зюганова, Михалкова и посетителей московских гостиных окажется так много общего. И это мы еще не говорили о Кате Гордон, которая переживает практически новый хайп своей успешности, не рассказывая истории про то, как она была избита бывшим мужем, а про вышки 5G у людей появилась некая социальная значимость, некая цель освободить человечество от вот всего этого чудовищного заговора чипизации. Компании-производители отчитываются о спаде продаж презервативов и росте секс-игрушек. Все говорят о новом таком тренде карантиндера, новой реальности и о том, что мир никогда не будет прежним. Но как же на самом деле изменится наша обычная жизнь после того, как она вернется к норме? Саша Макошенец рассказал о карантинном и посткарантинном сексе. Саша Макошенец Саша Макошенец Саша Макошенец Саша Макошенец Саша Макошенец Алло, я говорю, магазин закрывается. Пока одни на карантине уже сходят с ума от одиночества, другие довольно быстро освоили новые правила игры. Мужчина, мужчина, здравствуйте, можно вас на минуточку? Да я уехала без денег, Жека, мне заправиться надо. Можете мне 2000 дать с собой? Например, муза и коуч Елена Филитович делает из обычных девушек дорогих содержанок. Учит их создавать подарки. Ну, то есть выпрашивать деньги у мужчин. В том числе на карантине. Первая тысяча есть. Рыбалка я это называю. Сходить на рыбалку, порыбачить. Можно поймать, можно не поймать. Но в 95% случаев, если делать два подхода в день, то это 20 тысяч в день доход. Хотите, я вам масочку подарю? У меня вот есть масочки. Масочку хотите, вам подарю? Да, маска не нужна. Почему? Еще же надо их пока носить. Ну вот, даже таксисты, парни, да, у кого денег нету, вот по 600-500 рублей дают. Рассылка своих эротических фотографий прекрасно монетизируется. От девушки ничего не убудет, но баланс у девушки пополнится в большинстве случаев. К условиям самоизоляции приспособились и различные центры секс-просвета. Они перешли на онлайн-формат, предлагают скидки. Самые любознательные уже освоили мандарины в оргазм, магию секса и секреты тайских любовниц. Самое главное, чтобы было с кем этими секретами делиться. Усмирять свое либидо научились и те, кто живут одни, без партнеров. На выручку пришел секстинг, то есть секс-переписка. В зум и скайп перенеслись как просто свидание, так и секс-вечеринки вроде кинки-пати. Ну а тренеры по соблазнению вовсю предлагают свои курсы по онлайн-свиданиям и покорению Тиндера. Вирус вирусом, ай-шлин стоит по расписанию. Для совсем отчаянных одичалых всегда есть Авито. Сначала здесь появились онлайн-собутыльники, сейчас собеседники-сексологи. Одни на интим не заряжены, другие готовы войти в положение. Возможен ли формат легкой эротической переписки или разговора, так одинокая на карантине? Добрый день. Да, можем поговорить и на такую тему. Я назначил встречу, перевел деньги, даже начал тяжело дышать. Прекрасная незнакомка, перестала отвечать вообще. Я надеялся, что у нас случится виртуальная близость, а в итоге поимели только меня. Большинство таких объявлений размещают мошенники. Они тоже к условиям карантина быстро адаптировались. Но чтобы найти замену, мне хватило 5 минут. Новая собеседница, правда, от виртуального секса отказалась. Заведите новую собаку. Девушку новую заводить не торопитесь. Не сложилось на молоке, не сложится и на воде. Совершенно случайно к нам попала летучая мошка. Два раза в одну и ту же воду ходить не стоит. У нее ушки, они в трубочку скручиваются. Да, это называется любовь. А можно еще ваш номер телефона? Очень жаль. Я женат. А просто выручить можете деньгами? Я вам буду крайне признательна, честное слово. Ой, спасибо большое. Все, я с вами не разговариваю. Уходите. Плохой мужчина. У меня рублей 400. Давайте, давайте. Я вам буду очень признательна. Но меня надо выручить, правда. А если бы не эксперимент, вы бы меня выручили? Вот если бы не вы, он бы меня выручил, понятно. Я же заметила вот в карантин. Вчера у меня вот буквально была консультация, девочка консультировала. Рост доходов произошел. В феврале у нее был доход 150 тысяч рублей. В марте у нее был доход 360 тысяч рублей. В апреле у нее был доход 480 тысяч рублей. Тенденция к росту. Но всем, кто к условиям самоизоляции не приспособился, остается одно – ждать хороших новостей. Ну что, друзья, срачи теперь у нас происходят каждую неделю. Чем дальше, тем ярче. Но из прошлой недели остается немножечко инфоповодов. Вот Сергей Минаев неожиданно извинился перед Никитой Михалковым за мат в стриме. Минаев извиняется за мат перед Михалковым. Никита Сергеевич, извините меня, пожалуйста. Я, честно говоря, не имел целью обидеть вас. Я просто хотел потроллить. Вы знаете, как я вас люблю и уважаю. И правда, без дураков я сейчас совершенно не ерничаю. Считаю вас одним из вообще самых выдающихся деятелей нашего кино. И, собственно... Никита Сергеевич, вот это серьезный уровень, правда. Раньше у нас вообще так быстро извинялись только перед Кадыровым. А теперь перед вами. Теперь ждем извинений от Павла Гусева. Желательно на беговой дорожке. Паш, ты... Ты охуевал, что ли? Ну что же, дорогие детишки. Баба Ксюша сегодня расскажет вам об онтологии срача во времена коронавируса. Первыми начали Соловьев и Уткин. Мерзкая жирная карлица, жирный мудак, Отсоси, сам отсоси, убью, сука, зарою, тварь. Вот вначале поссорились эти два достойных человека. Дальше детишке вступил солидоз. Никита Сергеевич Михалков и Владимир Владимирович Познер. Ну, тут мата, надо сказать, было поменьше. Просто это выглядело так. Ты, профессиональный предатель, ты по что за диссидентов не вписывался в Советском Союзе? И вообще, как можно верить человеку с тройным гражданством? Да ты бредишь, это же просто вредный бред про чипирование и передергивание информации. И вообще, зачем задавать вопросы, если на самом деле это уже есть ответы? Это было интеллигентно, по-стариковски и даже как-то приятно. Ну, а дальше вступилась опять жесткая молодежь. Сергей Шнуров и Иосиф Пригожин. Я хуею, дядя Йося. Будет отдельный мужской разговор. Борец за нищих бляща от смеха обоссусь. Разозлил долбоебина. Хуесос, мразеныш. Просто хуесос ты. Ну, вот как-то так спорили эти молодые люди. А я расскажу вам детальки. Все началось, когда Иосиф Пригожин рассказал, что артисты оказались просто в чудовищной ситуации. Что даже артисты первой десятки практически бедствуют и, так сказать, проедают накопленное. Вот тут и вступил Шнуров со своим инстаграмом. Даже Лещенко вынужден был комментировать спор Шнура с Пригожиным и мирить скандалистов. Приплыли. Лещенко, крокодил Гена, бля, какой-то. Ну что, Серега, я тебя на самом деле поздравляю. Похоже, твой уровень – это вот именно такие срачи в инстаграме. Смотри, раньше ты собирал стадионы. Теперь все упало. Ну, так с возрастом бывает у мужиков иногда. Бывает, не переживай. Но особенно упало, как я понимаю, после того, как ты уволил своего директора Дениса Вейко, классного концертного директора, который много-много лет занимался всеми концертами группы «Ленинград». Понятно, что уходить надо, как Пугачева, на подъеме. И ты это прекрасно понимаешь. Но, как у Пугачевой, ну, у тебя просто не получается. Хотя и обидно. Вот ты пристрастился, например, писать хуевые стишки на каждый день. Ну, в каком-то смысле, ты же теперь наш Илья Резник. Убереги от слез мои ладони и братьев наших меньших от погони. Те, кто пляшут, быдлу потакая, пусть умрут, кто душит, блядь, культуру. Гляди, скоро да так начнешь писать корпоративные гимны всяким ведомствам, предприятиям. Ну, знаешь, корпоративные подарки на Новый год – блокнотик, ручка, а внутри стишок Сережи Шнурова. Ну, там, губернаторам разным, каким-нибудь деятелям поменьше, а когда-нибудь, может, и до Путина дорастешь. Ника Сафронов, например, дарит чиновникам портреты, а ты будешь подписывать свои забавные стишки. Ну, типа, таких вот. Дарю идею, кстати. Владимир, владеющий миром, тебе это имя подходит. Быть нужным, успешным, счастливым желаю тебе на все годы. Так что, Серега, уверенно, еще годик другой такого творчества, и мы сможем тебя увидеть на новогоднем президентском приеме, где как раз где-то между укупником и Стасом Михайловым ты сможешь рассказать свои зажигательные стишки перед высокой публикой. Ну, инстаграмчик ты свой уже потер, все плохое про Путина инстаграм уже как бы и не помнит, так что жду тебя на сцене, обязательно сделаю с тобой фоточку. Ну, а если говорить серьезно, вспомни, ты когда-то так шутливо обо мне писал, осуждал меня за политику, а потом сам оказался по уши в этой политике. Да еще какой политике? Партия роста, метишь в депутаты, и то не факт, что пройдешь. Но, как я знаю, все это происходит из-за твоей новой жены. Она дочь крупного уральского бизнесмена с силовым прошлым Валерия Абрамова. Зовут ее Ольга. Она, хоть и девушка не публичная, инстаграм не ведет, зато развела тебя с группой, директором и свела с Титовым. Я знаю, знаю, что сейчас сдаю просто тайну. Ты же всем сейчас говоришь, что у тебя связи на самых верхах, что, мол, чуть ли не с Путиным здороваешься и Кириенко каждый день ходишь. На самом деле, конечно, мы все понимаем. Просто ты нужен, как некий локомотив Титову, потому что в прошлый раз таким локомотивом был Фоменко, в этот раз стал ты. Ну что ж, дело неплохое. Но зачем это было тогда, в прошлом, других осуждать? Решила в твоем стиле ответить тебе веселыми стишками. Ну, пишу их, конечно, не я сама, понятное дело, Богомолов или еще кто там. Поэтому дарю от души. Мы песни с ним пели на буйный мотив, вели передачи и корпоратив. Но я откровенно сказать вам должна, однажды мне Шнуров сказал, нахрена? В тот год я чуть-чуть помоложе была, мыслишка шальная в башку мне пришла. И я, позабыв про другие дела, за пост президента борьбу начала. Я думала, если пойду против всех, то ждет меня где-то какой-то успех. А Шнуров орал мне с презрением в очах. Не надо, не надо, не надо! Собчак, он прямо сказал мне, оттуда вылазь. Политика – это уродство и грязь. В политику лезет тупая хуйня. Не надо, не надо, послушай меня. Сказал мне, тебя попытались купить. Не лучше ли место другим уступить? Грудинин, Сурайкин, Бабурин, Титов. Любой тебе купит за это цветов. Сережа, скажу тебе честно, любя, похоже, ты место хотел для себя. Но ты не назвал себя в перечне лиц, поскольку тогда не хватило яиц. Ты пел Леши Кортнева злые слова, тебе подпевали Ростов и Москва, что выборы слова на буковку «Ж». Коль ты кандидат, значит, пидор уже. Похоже, с годами решился вопрос. Раз ты заявляешь из партии Рост, что песенка не актуальна сейчас. И что, если Шнуров, то не пидорас. Быть может, моя в этом тоже вина. Я съела на выборах много говна. И я говорю тебе честно вполне. Серега, не надо завидовать мне. Не надо, не надо, не надо, Сергей. Ведь ты же не пидор. И даже не гей, скажу тебе сразу, что произойдет. В Госдуму ни Рост, ни титов не пройдет. Ну, ребят, как обычно, самое важное, так сказать, клубничку, десерт я решила оставить на конец нашего выпуска. Уже появилась эта новость, ее не удалось скрыть. Зачитаю ее. Говорят, Ксения Собчак возвращается на Дом-2 в качестве гостевой ведущей. Продюсеры шоу приняли решение оживить проект возвращением старичков. На проект вернутся в качестве ведущих Ксения Собчак и Рустам Солнцев. Правда, Собчак, по задумке организаторов, будет наведываться в гости к участникам один-два раза в неделю. Ну, что же, я действительно хотела объявить об этом позже, но так как была вызвана на ковер Константином Эрнстом, ну и вообще телефон разрывался, то я все-таки хочу высказаться здесь. Ребят, ну, Дом-2 не такая на самом деле плохая передача. И на самом деле, ну, а что такого? Я считаю, что сейчас как раз время, когда люди должны учиться строить отношения. И мне кажется, я могу в этом помочь. Блядь, я понимаю, что вы ждали от меня этого, но это же охренеть! Как можно делать такие фейки про меня и вообще не париться? Я не собираюсь возвращаться на Дом-2. Я понимаю, что Собчак и Дом-2 – это те слова, которые очень хочется всем пропагандонам российского телевидения склеить воедино, потому что до сих пор это хорошо работает на то, чтобы обосрать Ксению Собчак. Самый успешный ее проект – это печально знаменитый Дом-2. Я думаю, что даже население Дома-2 не будет за нее голосовать. Я не собираюсь туда возвращаться. Я поздравляю небольшой телеграм-канал. У вас невероятный инсайт. В последний раз я читала такое в прошлом апреле, но тогда хотя бы было как-то повеселее, позабористее. Ну, хотя бы, знаете, в той истории был формальный повод. Мы с Бузовой для интервью действительно сходили на лобное место. Интервью на канале «Осторожно, Собчак» вы можете посмотреть. Оно собрало что-то 8 или 9 миллионов просмотров. Здесь каждый раз мы все вставали и говорили «И мы счастливы!» Больше всего, конечно, мне понравился заголовок «Царьграда». «Собчак затравили за возвращение на Дом-2». То есть мало того, что я туда вернулась, ну, как бы по версии «Царьграда», меня уже за это успели затравить. Я остаюсь здесь, на канале «Осторожно, Собчак». Подписывайтесь, ставьте лайки и через неделю мы построим с вами нашу любовь. Мои люди всегда со мной. Спасибо магазину «Делюкс». Их магазин на Большой Грузинской, дом 42. За мебель в нашем уютном домике. Их магазин на Большой Грузинской, дом 42.